Рекламно-информационная программа. Культ поход. Добрый день. Это действительно программа Культ поход. Ведут передачу Николай Голиков и Владимир Сметанин. Ну что, отправляемся за город на свежий воздух в эко-усадьбу Ашетти. У нас в студии хозяйка эко-усадьбы Светлана Шилова. Светлана Викторовна, добрый день. Здравствуйте. Вот сразу же вот сейчас жителям областного центра вот несколько весомых таких слов. Почему они должны в эти выходные, в будний день, в следующие выходные, в майские праздники обязательно побывать в Ашетти? Ну потому что прежде всего Ашетти это свежий воздух, это хорошие продукты, это гастрономические туры, это гастрономический восторг, это отдых в гостевом доме с видами на бескрайние вятские увалы. Это тишина, спокойствие и умиротворение. Все, что очень не хватает нашему городскому жителю сейчас. Ну все, закрываем в студию, садимся в Ашетти. Кроме того, это еще достаточно бюджетный отдых. По сравнению с похожими предложениями, да? Ну по сравнению, например, с выездами за пределы Кировской области, скажем так. Ну сразу же обращаем внимание, что вся подробная информация размещена на интернет-ресурсах, да, об ЭКО, садьбе Ашетти, группа в социальных сетях соответственно есть. Ну давайте, ведите нас как экскурсовод в Ашетти. Ну я хозяйка ЭКО «Садьба Ашетти», еще раз представлю Светлана Шилова. Мы живем и работаем в 73 километрах от города Кирова в селе Ашетти. Село Ашетти – это место, откуда пошел Воснецовский род. Когда мы туда приехали в 2010 году, сначала мы совместно с отделом культуры Солнским выиграли губернаторский грант, заняли первое место, построили маршрут в Воснецовские тропинки. Потом к нам стали приезжать гости, гостей стало много. Мы для них построили гостевой дом, потому что они захотели у нас оставаться ночевать. С нуля построили? Ну там был старый детский лагерь, мы его полностью переделали, реконструировали. Потом построили баню, русская баня у нас на дровах. Потом мы занялись сыроварением Эдуард Сыровар, который по совместительству мой муж осуществил свою мечту. Он с нуля научился прямо вот этому искусству сыроварения? Да, он очень долго мечтал об этом. Сначала ездил в Италию, учился у фермеров, потом у нас в России учился у фермеров. Сейчас очень много сам до сих пор учится, постоянно совершенствуется. Мы стали готовить сыры. Все сыры у нас называются Воснецов, потому что мы находимся в месте, откуда пошел Воснецовский род. Воснецов моцарелла, Воснецов косичка, Воснецов греческий. Это такая уже зарегистрированная торговая марка? Она у нас еще пока не зарегистрированная, но нас под ней все знают. Сыр Воснецов, значит, из Ашетти. Да, из Ашетти, да, сыроварня Ашетти, сыры называются Воснецов. Мы готовим сыры только из натурального, коровьего, непастеризованного, живого молока от коров бессилостного содержания. У нас пока еще нет своей фермы, строится она только, своих коров пока еще у нас нет. Поэтому мы берем молоко у фермеров, которые живут рядышком с нами. Ну как рядышком, фермеров у нас в России долго истребляли и практически всех истребили. Поэтому каждое утро сыровар ездит за 40 километров на границу Сунского и Налинского района, чтобы взять сыропригодное молоко. А что за хозяйство? Что за населенное поле? Слушайте, я забыла, как называется. Мне лично те края-то довольно знакомы. Граница Сунского и Налинского района. Между Суной и Налинском, Крычаны есть там. Ну где-то там, да. Где-то там, в Крычанах. Главное, чтобы молоко было хорошее. Крычанах, поворотели месяц и так далее. Мы не берем молоко у фермеров. Мы не берем молоко на фермах. Берем молоко только у фермеров, которые кормят своих коровок летом травой. И они на выпасе постоянно находятся зимой сеном. То есть силоса нет для того, чтобы не было запаха молочно-кислых, гнилостных, молочно-гнилостных бактерий. То есть это основное условие. Все правильно совершенно. Я же, между прочим, сыр двух сыроваров. Так вот получилось. Да, здорово. Я прекрасно помню, что мне всегда говорили, что сыр — это то, что корова ест. Да, да. Если она ест, извините, то и сыр, извините. В нашем сыре только молоко, соль и натуральный сычужный фермент. Все, больше ничего нет. Абсолютно натуральное, 100% натуральные сыры. Вы знаете, Володь, что такое сычужный фермент? Сычужный фермент? Все некоторые пугаются. Сычужный фермент? Это что такое? Я хочу нормально, я хочу сычужный. Это, видимо, то, из чего молоко изображается. Это то, что у теленочка в желудке. Да, одна треть. Как он превращает мамино молочко в творожок. Да, да. Это вот сычужный фермент. Это натуральный такой совершенно тоже. Микроорганизмы. Да, соответственно. Да, соответственно. Которые, да? Полезные, конечно. Безусловно, полезные. Сейчас, на сегодняшний день, мы ввозим сыры в город. У нас доставка точечная до квартиры или до офиса непосредственно потребителю. Есть пункт самовывоза на Герцена 64. Также мы начинаем уже сейчас работать с кулинариями. Многие кулинарии хотят видеть наши сыры. Запрос от них идет, да? Да. Много ли молока перерабатывается? Вот, например, в месяц? Я могу сказать, сколько в день у нас перерабатывается. От 200 до 300 литров. Литров молока. Да. 10% выход сыра. Ну, то есть, те люди, которые к вам приезжают, да, вот, на свежий воздух, на них сыра всегда хватит? Даже и не всегда хватает. Вот как и все. В зависимости от того, в какой день они приезжают. По пятницам у нас бывает доставка, и очень часто мы, к сожалению, пока еще не можем обеспечить всех желающих. Физически просто пока еще не успеваем. Потому что в пятницу у нас бывает, каждую пятницу у нас бывает доставка до Кирова, до Чепецка, в Кумены, в Суну. А потом после пятницы у нас начинаются напряженные гастрономические туры. Гастрономические туры – это когда к нам приезжают на сыроварню. У нас идет сначала дегустация всех видов сыров, потом мастер-класс по варке сыра. Сыровар показывает, рассказывает, варит все. Потом мы выходим на экскурсию по селу Ашеть. Смотрим селу Ашеть, как место, откуда пошел Воснецовский род. Памятники Воснецовым, Святому Михаилу Тиханицкому, Святой Исаакиевский источник. Потом возвращаемся. Конец 17 века, я так уточню, да? Да. Возвращаемся на усадьбу, жарим сыр на мангале, пьем алкогольный глинтвейн. Сами мы его готовим. Потом у нас деревенский обед, борщик, курочки из печки, чай на травках. Потом фотосессия. И потом можно приобрести все виды сыров. Такая экскурсия. Это однодневный, да? Да. Каждую субботу и каждое воскресенье в 12 часов. Она 4 часа этой экскурсии идет. В 12 это уже по прибытию Вашей? Да, в 12 начало экскурсии отправления все добираются до нас самостоятельно. Ну, 90% до нас самостоятельно добираются. Кто не может, мы помогаем с трансфером. Светлана, вопрос сразу вот такой еще в самом начале хотел спросить. Дорога до Ашетии из Кирова? Дорога отличная до Ашетии из Кирова. Даже, я бы сказала, лучше, чем в некоторых местах Кирова. У нас абсолютно хороший асфальт. Сама трасса и от трассы до нас, до экоусадьбы. Ну, примерно километр тоже асфальтированной дороги. По всей экоусадьбе у нас везде асфальт. Где нет асфальта, там выложены дорожки. То есть, в принципе... Ну, об этом вы уже позаботились, да? Да, да. Как хозяева экоусадьбы. Там все нормально. То есть, сапоги резиновые с собой брать не обязательно? Сапоги резиновые с собой брать осенью и весной. Потому что, когда мы выходим из экоусадьбы и идем на экскурсию по селу Ашет, за церковью у места дома Воснецовых и на Свято-Исаакиевский источник, мы идем через поле. Там, конечно, в зависимости от погоды, лучше, конечно, взять. Что еще там из природных достопримечательностей? Ну, я знаю, да? Есть озеро, где можно где-то нескупаться. Пруд у нас очень красивый. Мы находимся на полуострове. Нас огибает речка Ашет. Она у нас запоруженная. Внизу у нас пруд. Ну, в принципе, красивый. Ну, как все пруды, наверное, начинают где-то в июле цвести. Но он очень красивый. Мы там, во всяком случае, купаемся. Рыбалка? Рыбалка. Конечно, у нас очень много рыбаков приезжает. И зимой, и летом рыбачат. А вы как-то поддерживаете в рыбном состоянии этот водоем или нет? Мы сейчас не поддерживаем. Он был зарыблен в свое время. Там есть рыба. Она постоянно есть. И карпы даже есть. То есть рыбаков достаточно много. Кроме того, мы находимся на границе охотничьих угодий. Прямо трех охотничьих угодий. Киров охота, Сунская охотничьих угодий и Куменская. У нас там очень много также и дичи разной. И, соответственно, охотников много. Которые тоже могут просто приезжать на охоту и отдыхать в нашем доме. У нас есть, мы создали... А если они трофей какой-то подстрелили? Ну, с собой как-то забирают. Они с егерем это все решают. Иногда нам оставляют. Говорят, приготовьте нам что-нибудь. А, из-за добытого. Из-за добытого. Из-за добытого. Буквально недавно. Вот буквально недавно москвичи приезжали, подстрелили там. Тетерева принесли. Мне говорят, приготовьте нам. Приготовили? Ну, я не приготовила им. В силу некоторых причин. Но вообще обычно готовим. А откуда москвичи узнали? О такой местечке на шведской. Москвичей бывает. От кого они узнают? Из интернета, я думаю, они узнают. Кроме москвичей у нас бывает Питер, Екатеринбург. Часто очень коми приезжают, потому что рядышком татары нас очень любят. 350 километров всего от Казани, до Татарстана. К нам приезжают, также могу прям похвастаться, немцы. Они много раз уже приезжали. Они прям на месяц приезжают. Летом приезжают. Да, летом живут целый месяц. Зимой живут три недели. Одни и те же немцы? Вот эти, которые долго живут, одни и те же. Это семья или что? Семья, да. А так вообще на гастрономических турах практически всегда у нас бывают иностранцы. У нас были испанцы, французы, немцы, канадцы, мексиканец. Мексиканец, занесло. Они все пишут нам свои отзывы. И у нас все стены там исписаны. Так они на своем языке пишут-то? Да, на разных языках. Вы уверены, что хорошие отзывы? Ну, хорошие, конечно. У нас же там переводчики. А, на всякие сути, вы с переводчиками работаете все-таки, да? Нет, у нас есть там переводчики. Переводчики — это моя дочь. Моя дочь у нее английский и французский в совершенстве. Если что-то надо, она, конечно, может это все перевести, помочь все это сделать. То есть это такой семейный подряд? Да, у нас нет вообще помощников. Мы работаем, я, мой муж, дети наши, которые на выходные всегда с нами, на каникулы всегда с нами, и родители наши. Вообще, кого-то, если бы, чтобы привлечь там работать, там просто в окрестных деревнях такого работающего населения, скажем так, нет. Просто, конечно, с этим у нас... Люди пожилые уже живут? Это люди пожилые, либо неблагонадежные, которых нельзя привлечь. Ну, тоже понятно, да. Когда определенные склонности есть у человека, и он может подвести в определенный момент. Хорошо, мы продолжим нашу беседу про эко-усадь Буашей. Сейчас небольшая пауза. Скоро, внимание, слушатели, начнем розыгрыш призов. Культ поход. Продолжаем нашу беседу. Давайте еще раз напомним, как попасть в Ашеть. В Ашеть, значит, Ашеть находится... Не-не-не, я имею в виду, вот сейчас нас слушают люди, и все, загорелись желанием. А, как попасть? Да. Искать ваши контакты. Да, у нас есть две группы ВКонтакте, сыроварня Ашеть и эко-усадьба Ашеть. Мой телефон всегда доступен, всегда открыт. 46 20 24. 46 20 24. Зовут меня Светлана. Есть также сайт ВКонтакте, эко-Ашеть. Если просто, они по-русски даже забьют в интернете. Эко-усадьба Ашеть, сыроварня Ашеть всегда выйдет сразу же на нас. Мы продолжим беседу нашу про эко-усадьбу. Еще какие подробности раскроем. Пора начинать розыгрыш. Время у нас 20 минут, уже практически первое. Ну да. Давайте озвучивать, Николай. Давайте озвучивать призы. Разыграем мы сегодня очень много призов, как бы все успеть. Драматический театр сегодня 20 апреля в 6 часов вечера. Премьера «Лекарь по неволе». Комедия в одном действии 16+. Далее. А завтра 21 апреля «Клинический случай». Опять комедия в двух действиях, на этот раз ограничение 16+. Ну, видимо, весна. Весна. Хочется улыбаться, радоваться. Хотя вот, глядя в окно, мне уже как-то меньше хочется улыбаться и радоваться. Кроме того, у нас драм-театр на 16 июня. На 16 июня. На спектакль 18.25 запрещенный роман. Как мы выяснили в первом части, хит. Хит. Хит этого сезона театрального, так сказать. Тоже есть пригласительные билеты. Театр на Спасской. Завтра 21 апреля. Два веронца. Магическая комедия «Дель арта в двух действиях». Ограничение 16+. Мы напоминаем о том, что наш замечательный проект с кинотеатром Колизей продолжается. Это арт-зал. Мы два раза в месяц смотрим авторское, интеллектуальное, необычное кино. Такого зрителя, думающего. И вот мы 24 апреля хотим вас пригласить. Будет именно очень редкая возможность посмотреть документальное немецкое кино. Великолепный фильм. О том, как живет, творит художник Герхард Рихтер. Герхард Рихтер. Один из самых сейчас покупаемых, известных художников Европы. Фильм так и называется. Герхард Рихтер. Вот это будет в 7 часов вечера. Во вторник, 24 апреля. Тоже можно получить пригласительный билет. Также вы можете пойти в кинотеатр «Дружба» на любой фильм, любой сеанс. Или попасть в выставочный зал Увятского художественного музея. Пригласительные на выставку Никаса Сафронова «Весна впечатлений». Или пригласительные на фото выставку Михаила Андрианова. Ну, также галерея «Прогресса», как всегда у нас. Билеты на выставку коллекции искусства галереи «Прогресса» лучше за 8 лет. Там 6 плюс ограничения, поэтому практически все могут попасть. Билетный концерт Семена Альтова «Сто причин для смеха». 21 апреля в 17.00 в филармонии 12+. Огромное спасибо за этот приз, объединению Киров-концерта и лично Руслану Мамедову, который нам эти билеты предоставил. Я не хочу небольшую тайну приоткрыть. Сегодня Семен Теодорович придет к нам в студию. Мы запишем с ним программу, которая выйдет в начале следующей недели. Вот так вот. Ну, так что те, кто не попадут в филармонию, послушают по радио. Да, книжки дальше. Книжки у нас, да, книжки. От магазина «Читай город». Николай Шахмагонов. Любовная драма русских писателей. Не буду ничего анонсировать. 12+. Из названия все понятно. Уильям Д. Резевиц. Уроки Джейн Остин. «Как шесть романов научили меня дружить, любить и быть счастливым». Тоже, думаю, название книги очень такое понятное. Это искренне остроумная, глубокая, обаятельная книга. О встрече современного 26-летнего аспиранта и Джейн Остин. И также книжка «Записки путешественников о времени». Оказывается, каждый из нас может оказаться в любом месте, в любое время. Выбирайте, читайте. Безопасный и познавательный 18+. Я уже, кстати, полистал, я до начала какой-то походу. У меня как-то уже в задумчивость некую начал впадать. Да, эти и другие книги вы можете найти в магазине «Читай город». Это «Преображенская улица 65» и «Ленина 103А». Спасибо большое. Магазин «Читай город». Еще есть у нас призы? Значит, мы закончим озвучим. Да, билет на концерт Андрея Валерии. Театр на Спасской 24 апреля в 19.00. Это, насколько я помню, гитарист прекрасный. Один из самых известных гитаристов в мире. И, внимание, сегодня вы можете попасть в дом Витберга. Подчеркиваем, в дом Витберга в 20.00. На заключительный концерт «Джаз-Святка-2018». Ограничение возрастное 12+. Вот что написал по этому поводу Николай Донецкий, который был у нас неделю, да? Неделю назад я это анонсировал. Несмотря на все сложности, шоу, оно состоится. Поддержите фестиваль, приходите на концерт. Вы, зрители, главная наша опора и поддержка. Ибо без вас наша работа теряет всяческий смысл. Алла Туровская и Хьюго Гарсия Трио просто исключительные музыканты. Это те, кто, собственно, выступят сегодня в доме Витберга. На Спасской 41А. Ну, давайте играть. 211-101. Ну, что ли мы все перечислили? Давайте. Все, отлично, слава богу. Давайте, задавайте вопросы. Как и усадьба А6? Ну, первый вопрос я хочу сказать. Я озвучила это уже сегодня в эфире. Вопрос на внимание. Вопрос на внимание, да. Как называются все наши сыры? Отлично. Вот если бы еще и приз был, головка сыра. Ну, да. Это было бы так, знаешь. Время-то обеденное. Как-то немножко так текут. Немножко там внутри что-то ёкнуло. Да. С чайком бы, с горяченьким. Ну, уже есть желающие ответы на этот вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья, видимо. Наталья, да? Да. Она же постоянно и слушается. Про сыры вы так хорошо рассказывали. Как называется? А сыры Веснецовские. Веснецовские. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Куда хотите пойти? Будут любезны на Семена Альтова. На Семена Альтова. Ну, хорошо. Будем любезны, безусловно. Давайте. Завтра в филармонии. Да? В филармонии завтра. В филармонии. Да, все правильно. Завтра в филармонии. 17.00. Завтра суббота филармония. 12 плюс возрастное ограничение. Следующий вопрос. Не кладите трубочку, он сейчас расскажет, как получить ваш билет. А мой, да, уже вопрос. Ну, я немножко так отвлекусь от сыроварни, от Воснецова. Я всегда люблю рок-музыку. Сегодня у нас... Больше, чем сыр. Нет. Я же говорю, я сыр двух. Я сын двух сыроделов, поэтому как бы это у меня с детства с двух сторон был всегда сыр. И хороший был сыр. А у меня сегодня Джимми наш Хенрих. Попрошу маленький фрагментик его композиции включить. Вот. Такой вот Джимми Хендрикс. Человек, который категорически изменил отношения к электрической гитаре. Но кроме того, есть такой интересный факт в его жизни. Он жил в Лондоне. И сейчас там, где он жил, музей. Музей, да? Ну, вот музей не только Джимми Хендрикса, а еще одновременно одного великого композитора. Так получилось, что они оба жили в этом доме только в разные века, в разные эпохи. И он так и называется? И этот музей двух композиторов сразу. И это музей Джимми Хендрикса. А вот кто второй, я предлагаю вам три варианта ответа. У них у всех на одну букву называется фамилия. Это музей Глюка, музей Генделя или музей Гершвина. Они находятся в одном здании на Брукс-3, 25, в Лондоне. И до сих пор благополучный функционер. Да, конечно. Так получилось, что он просто, когда приехал в Лондон, он стал жить в этом доме, где до этого жил этот великий композитор. А это случайно или прямо он хотел туда попасть? Сначала это получилось случайно, потом ему эта тема понравилась. Он накупил дисков этого композитора, погрузился в это дело. Это, кстати, он еще оказался довольно-таки классическим образованным музыкантом. Есть у нас слушатель. Значит, Глюк, Генделя или Гершвин. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Какой вариант ваш ответа, да? Вас зовут Олег. Да. Предположу, что это Гендель. Совершенно верно. Вы сразу как-то предположили правильно. Это Гюрг, Фридрик, Гендель. Он же Джордж Хендл, потому что он сначала был немцем, а потом стал англичанином. И в этом доме он как раз жил. Совершенно правильный ответ. Что бы вы хотели получить за него? Если можно, на концерт Валерия. На концерт еще раз? Гитариста. Гитариста Валерия. Андреа. Или Андреа Валерий. Андреа Валерий, наверное. Или Валерий. Да, Андреа Валерий. Театр на Спасской, 24 апреля в 19.00, ограничение 12+. Хорошо. Что, с меня вопрос? Вопрос. У меня сегодня задание. Пока погода не испортилась, а она, говорят, испортится завтра уже. По-моему, начала уже сегодня. Обещают нам стремительный какой-то мокрый снег. Прям тут сугробики небольшие. Ну, ладно. Я предлагаю порадоваться все-таки весеннему солнышку. Оно сейчас светит, да, ведь немножечко еще? Весеннему. Сегодня немножко прохладно, но ладно. У меня вопрос, вернее, задание к вам. Дозвонитесь и исполните хотя бы кусочек композиции музыкальной, посвященной весне. Или, может быть, стихотворение, посвященное весне. Ну, почему бы и нет, да? Эта неделя, она, в общем-то, довольно солнечная и теплая. Это у нас уже весна перешагнула за серединочку. Боже мой, уже, да. Она уж скоро окончаться начнет, а мы все еще думаем, есть она или нет. В общем, несколько своих душевных творческих порывов посвятите сейчас в прямом эфире нашей радиостанции «Весне-2018». Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Светлана. Да, мы вас помним. Вы у нас в первом части уже. Ага, можно петь, да? Можно. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется «Весна». Все правильно совершенно, Светлана. Да. Ага. Ну, давайте к билету в драматический театр. Что вы еще предпочтете выбрать? Так, так, я хочу... А «Дружба-то» два билета? Ну, «Дружба» один билет на два человека. На двоих. А, один билет на двоих. Да. Нет, давайте лучше в Колизей тогда. В арт-зал пойдете с нами? Да, конечно. Там какого числа-то? 24-го в 7 вечера. Ага, поняла. 24-го в 19.00. Отлично. Успеваем еще вопрос задать? Да, успеваем. Я думаю, Светлана. Светлана. Светлана Шилова, напоминаю, хозяйка усадьбы Ашеть. Хорошо. Вопрос про само село Ашеть. Вопрос будет сложный, поэтому я не знаю, ответят на него или нет. Наверное, ответят на него те, кто у нас уже бывали. Или те, кто очень-очень быстро посмотрит в интернете. Ну, мы подсказываем. Что означает село Ашеть? То есть название села? Конечно. Название села, оно означает. Оно морийское? Семногорское? Ну, там раньше жили языческие племена, и на их языке Ашеть это что-то означает. Там морийцы жили. Да, морийцы. Безусловно, это же ближе к югу все-таки, да, нашего региона. Ну что, что значит слово Ашеть? Давайте поступим следующим образом. Мы сейчас сходим на небольшую рекламу. А вы пока подумайте. Дадим нашим слушателям подумать. Заглянуть в гаджет, да. Давайте рекламу. Эко-усадьба Ашеть сегодня в центре нашего внимания. И об этом удивительном месте нам рассказывает Светлана Шилова, хозяйка данной эко-усадьбы. Мы задавали вопрос, что же означает вот это слово Ашеть? И у нас есть, видимо, желающие попробовать свои силы. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Жигалин, да? Ну да. Да, мы узнали вас. Ну, пожалуйста. Ну, насколько я знаю, это значит медвежный угол. А что тут в названии Ош-Еть-медведь и угол? Ну, вот я знаю, что там жили племена такие Чуди-голубоглазые, как бы, да, и вот они назвали именно Ашеть-медвежный угол. Чудь-голубоглазые. Наверное, на экскурсиях у нас были. Чудь-голубоглазые, как звучит-то. Звучит так хорошо. Да, все правильно сказали, молодец. Чуди-голубоглазые по берегам. Ашеть располагается на берегах речки Ашеть. И раньше по ее берегам проживали языческие племена, Чуди-голубоглазые. На их языке Ош означало медведь, Еть-угол. Вот получается, что Ашеть-медвежий угол. Ну, просто с медвежьим углом, с этим словосочетанием. Углом. То есть, да, словосочетанием какие-то ассоциации, но не очень. Ну, сейчас, да. Вот прям заброшенное место, как вы, да, все, если зайдешь. Ну, в общем-то, я так должен сказать, что пока там... Сейчас уже не заброшенное. Сейчас уже нет, но когда-то было ведь именно так. Было, было. Когда не было дорог, да, когда невозможно было пробраться через эту местность практически. Хорошо, Андрей, приз определяйтесь. Ну, вот у вас там книжка «Любовная драма русских писателей». Да, есть такая книжка. Красивая очень. С Тургеневым и Свердо на обложечке. С кем-с кем? С Тургеневым и Свердо. И хотел бы пригласить сегодня на свой вечер поэтических 6 часов на Герцена 15, где я выступаю. Мы напоминаем, что Андрей поэт. Да, Андрей поэт. Хорошо, Андрей, не кладите трубку. Традиционное общение с нашим редактором. Она вас пригласит забрать эту книжку. Давайте еще, прошу, поговорим. А для детей какая-то есть специальная? Вот об этом мы еще не сказали. Для детей. Вот когда мы сделали свой маршрут «Воснецовские тропинки», мы сразу же практически стали принимать. Вообще этот маршрут был сделан изначально для детей. Стали сразу же практически принимать детские группы. Так как это маршрут «Воснецовские тропинки», это такая тематика, можно сказать, даже краеведческая тематика. И в рамках краеведения к нам стали ездить. И до сих пор ездят очень многие школы. Значит, они у нас... То есть это такие организованные поездки? Да, организованные поездки. мы сами организуем от начала до конца с автобусом, со всеми делами. То есть они приезжают в Ашеть, смотрят село Ашеть, мы рассказываем экскурсию, показываем памятники, церковь, показываем место дома Воснецовых, Липу Воснецовскую, Святой Исаакиевский источник. Потом они возвращаются обратно у нас по квест-игре. У нас квест-игра «Найди сладкий клад». Они идут, ищут этот сладкий клад. Причем, если они плохо слушали экскурсию, они этот сладкий клад не найдут, потому что в каждом вопросе... Вы их заранее предупреждаете об этом? Кстати, надо сказать, что дети очень благодарные слушатели. Они очень хорошо запоминают все имена и даже все даты. И всегда они находят этот сладкий клад в виде торта. Мы для них готовим большой торт с надписью, какой до этого заказывают их родители. Торт не из магазина? Торт, да, мы его не сами готовим. У нас есть такая пекарня, которая ее делает специально на заказ. Не магазинский торт. Мы делаем эти торты. Потом у нас деревенский обед. Это, опять же таки, наш торт. Потом это они кушают. Деревенский обед полноценный. То есть, ну, борщ, горячее, все у нас там. Потом они этот торт свой кушают. Потом у них, если это девятый класс, девятые классы очень часто к нам приезжают на последний звонок, на выпускной. У них бывает вальс на зеленой лужайке. Что это такое? Прямо вальс? Да. Под открытым небом. Да, мы включаем им патифон. Такой с громкоговорителем. Настоящий, с трубой такой. Да, да. Который поскрипывает. Да, да. Это есть у нашего скульптора Леденцова, который у нас там живет. Николай Леденцов. Вот. И вальс на зеленой лужайке. И потом у них свободное время. Они просто играют там в футбол, волейбол, играют на гитаре сидят. То есть детям очень нравится приезжать. Вот так вот. То есть они свободны, они вырываются. Это, как правило, бывает либо май, когда уже конец учебы, либо начало учебы сентябрь, золотое время. То есть им очень там нравится, просторно. Ой, кстати, не могу не задать этот вопрос. Активность у нас этих вот кровососов лесных начинается, да? У нас территория обрабатывается каждый год. Мы ее обрабатываем, эту территорию. Вот. И могу сказать, что за 8 лет, слава богу, ни разу не было ни одного случая. Вот по клещам, да? Да. А эти вот, которые ползают, змейки там есть? У нас нет змей вообще. Это здорово. У нас очень много есть ежиков, но змей нет. А ежики со змеями вместе-то не любят жить? Они не любят вместе жить? Нет, нет, как раз. Их нет у нас змей, слава богу. У нас очень много ежей. У нас по территории скачут прямо их много тоже. Зайцев и лисы бегают. И очень много... Опять забыл название. Белые такие с черным хвостиком, которые ныряют в снег. Белые с черным хвостом. Так, это у нас задачка. Надо спросить, в случае ли я ответил. Их тоже много по полю они бегают. В общем, живности много, змеек нет, да? Ну и славно, хорошо. Белки скачут. То есть там достаточно... Да, можно сидеть просто и видеть вот этих белок, которые скачут. Либо там зайцы проскакали, зайцы какие-то вообще ручные. Они прямо при людях везде там. Но не прикормлюйтесь специально. Нет, мы не прикормим. Они, наверное, что-то находят у нас. Там они, наверное, у куриц берут корм. Я не знаю, где они. Давайте немножко поговорим все-таки о планах по развитию. И продолжим задавать вопросы нашим слушателям. Вот ферма, да, вы сказали, планируете все-таки уже в скором времени. Что еще? В плане благоустройства возможной территории, появления новых каких-то объектов. Ну, вот ферму мы хотим закончить, конечно, там, чтобы была живность. Там гуси, лебеди, всякие барашки, козочки вот это вот нам хочется. Без крупного рогатого? Пока да, потому что это пока... Ну, пока работников нет, это сложно пока осидеть. Возможно, потом. Это что, заготавливать корма и так далее, постоянно следить за этим. Но еще козочки тоже требуют определенных ходов. А, кстати, козий сыр тоже на любителя. Да, козий сыр мы тоже уже варили. Но там надо очень много коз, чтобы сварить сыр. Поэтому, ну, вот эта тема, конечно, открытая, но хочется. Молоко у коза, оно же жирнее, чем у коровы, да? А потом, очень большая мечта сыровара построить сырный ресторан. То есть это, конечно, ну, такой долговременный проект. Но, тем не менее, хочется, конечно, что-то такое сделать. Потом надо, конечно же, еще построить второй гостевой дом, потому что первого гостевого дома уже нам не хватает. Напомните, сколько в нем апартаментов? Он всего на 20 спальных мест. И гостевой дом, да, на 20 спальных мест. Он поделен пополам. Разные входы с разных сторон. Десять с одной стороны, десять с другой. Они не пересекаются между собой. У них панорамные окна, там большие веранды. Это, может быть, две разных компании. И очень часто, как бы, он бывает занят. И не хватает на нашем кировске. Почему-то наши опоминаются всегда очень поздно. Чаще всего занимают какие-то из других областей. Они, видимо, раньше, что ли, звонят. Вот, и поэтому кировские начинают звонить, и все занято. Особенно вот летом, в сезон, в мае. А летом с палаточкой приехать? Возможно? Ну, мы вообще-то это не практикуем. Ну, наверное, можно. Вот так, по большому счету. Если уж не досталось места. Ну, по большому счету, наверное, можно. Ну, надо готовить место для этого. Вот такие планы. У нас остается немного времени, несколько минут. Давайте следующий вопрос. Так, хорошо. Вы же там заготовили не два, а гораздо больше. Внимание, слушатели. Опять же-таки, к тому, кто внимательно слушал, я это озвучивала. Из чего состоят все наши сыры? Могу прям подсказку сказать. Три ингредиента. Назвать три ингредиента. Меня Николай еще переспрашивал. Да. Из которых состоят все сыры в ашете. А сколько их, кстати, разновидностей-то? Ну, около 15 сейчас. Около 15. Мы уже сейчас твердое дело. Мы, кстати, заложили твердые сыры. Вот только что заложили твердые сыры. Твердые первые твердые сыры будут готовы к началу июня месяца. То есть, это получается полтора месяца где-то? Да, полтора месяца. Почему? Полгода они лежат. А, полгода? Лежат сыры полгода. Вот первое, которое мы будем вскрывать, это будет полугодовой сыр. В определенных условиях, естественно. Конечно, да. Каждого сыра свой срок. Это же как благородное вино. Сыра это подвешивается? Нет, они лежат. Их переворачивает сыровар, холит, лелеет каждый день. Общается с ними. Надо очень хорошие слова говорить. У него классическая музыка звучала раньше в сыроварне. Сейчас она ему надоела, он под джаз все это делает. Под джаз тоже нормально. Я желаю еще, кстати, ответить на ваш сложный вопрос. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Ирина. Ирина. Из чего состоят три ингредиента, из которых состоят все сыры в сыроварне? Вопрос на внимательность. Молоко самое лучшее. Соль и сыворотка. Вы говорить не могу. Сыворотка. Ну, сычужный фермент не имеете в виду. Сычужный фермент. Просто не может выговорить. Сычужный. Совершенно правильно. Молоко, соль, сычужный фермент. Ответ совершенно правильный. Да. У нас еще... Ирина, у нас еще много призов. Определитесь прямо сейчас. Нет? Что ж такое-то? У вас там случайно кошка не подошла к телефонному аппарату и не начала нажимать? Давайте редактору нашему передадим. У нее тоже список призов есть. Следующий вопрос. Николай. Я? Да. Ой, ну ладно. Тогда у меня еще немножко Джимми Хедрикса. Маленький фрагментик. Да. Когда Джимми начинал, он был таким довольно-таки неприметным гитаристом. Но вот случилась в его жизни такая встреча. Он встретил такого музыканта Франка Заппу, который сам по себе тоже эпоха в этой музыке. И тот ему сказал, слушай, у меня тут есть такая приставочка, да, вот на нее нажимаешь ножкой, и гитара вот начинает вот так вот звучать. Слушай, а это ему понравилось? Это был 66-й год. И вот он ему вот эту вот присосочку к гитарке подарил, и она стала очень так его выделять на фоне других, и он с нею не расставался уже больше никогда. Что же это было? Это был фуз? Это был эффект вау-вау? Или это был флейнджер? Три варианта. Я помню, задавал этот вопрос. Да? Ну, в смысле, я не в привязке его к Джиме Хендриксу задавал, а в принципе. А вот здесь именно так. У человека сразу изменился стиль игры, и вот он с этой штучкой больше уже никогда не расставался. Слушайте, я думал, сложный вопрос, а у вас легкий. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Михаил. Михаил. Ну, какой же присосочкой пользовался Джиме всю свою жизнь? Не уверен, но, наверное, фузу. Первый вариант мы обычно не засчитываем, если он неправильный. Осталось вау-вау и флэнджер. Так, давайте второй. Какой? Вау-вау или флэнджер? Флэнджер. Флэнджер. В общем... Мау-мау-мау-мау-мау-мау. А ты тоже тут не подсказывай, не сиди. Да, предыдущий победитель у нас, я предупреждаю вас, слушателей, выбрал пригласительные на выставку Никаса Сафронова. То есть у нас уже их нету. Да, это последние, если не ошибаюсь, пригласительные, которые хранились в нашей редакции. Но у нас что еще есть? У нас еще абсолютно не уделено внимания драматическому театру. Театру у нас Паска не уделено, галерея прогресса. Вот сейчас человек звонит. Книжки у нас еще. Сейчас человек звонит, он что-нибудь важное возьмет. В общем, выбор-то еще есть, да? Так, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Да. Вау-вау. Отлично. Надо позвонить на Эхо Москвы, сказать вау-вау и получить приз. Вы это сделали, приз ваш. Что вы будете выбирать? Никаса Сафронова. Так вот выбрали уже его. Вот только что кончился. Его выбрали, да. Вы можете пойти на выставку... Так, Михаила Андреянова, да, ведь на фотовыставку? Так, если вы в выставочный зал художественного центра. Либо вы можете в драмтеатр пойти сегодня, завтра. Завтра в театр на Аспасской можете отправиться. Ну, никак не получается. Никак не получается. А на Никаса, значит, никак. На Никаса, к сожалению, только что перед вами товарищ, который угадал. Может, книжку хотите. Две книжки у нас еще замечательные есть. Уроки Джейн Остин и записки путешественника во времени. Ну, давайте записки путешественников. Все? 18 лет вам есть? 18? 18 плюс ограничение на книжке. Прямо крупно написанное. Будем полагать, что есть. Ну, будем тоже верить лучше. Остается минута у нас буквально. Светлана, приглашайте вашей еще раз. Ну, что я хочу сказать. Приезжайте, конечно же, к нам вошить. Мы вам подарим все то, что имеем сами. Меня очень часто спрашивают, почему именно вот это вы выбрали направление, чем вы сейчас занимаетесь. Я всегда говорю, что после 40 человек действительно понимает, что он хочет в жизни. Настало после 40. Мы занимаемся тем, чем мы хотим. Тем, что нам нравится. Тем, что приносит нам радость. Нам радостно от того, что это приносит радость и удовольствие. Другим людям мы смотрим на это, радуемся, заряжаемся энергией. Они от нас, мы от них. Так что у нас людей, которые к нам приезжают, не бывает. Никогда, слава богу, не было. Поэтому приезжайте отдыхать, просто наслаждаться от городской суеты. Приезжайте кушать сыры. Некоторые приезжают к нам просто поспать. Говорят, мы у вас выспались в деревянном доме. В деревянном доме, где совершенно другой воздух. Совершенно другой воздух. Забыла еще сказать, что у нас есть маршрут, который называется по следам исчезнувших деревень. Это велосипедный маршрут. Мы его сами сделали. Да, 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 вот я забыла спросить. Да, мы его сами сделали. Этот маршрут. Раньше в Ашетском крае было 74 деревни, 8,5 тысяч населения. Сейчас в бывшем Ашетском крае около 150 человек всего лишь. И все эти деревни исчезли. И мы в память об этих деревнях сделали велосипедный маршрут. Там таблички стоят, где раньше были деревни. Можно проехаться на велосипеде, посмотреть все это дело. А кони ведь у вас еще там есть? У нас кони есть, но они рядышком с нами. Это колхозные кони. Мы в этом году хотим брать тоже лошадку. Будет у нас тоже. Спасибо большое. Короче, у вас будет все. Будет. Стремимся, к этому идем. Конечно, приезжайте. Удачи. Спасибо большое. Вам всего хорошего. Светлана Шилова, хозяйка экоусадьбы Ашет. На этом культ поход завершен. Я не прощаюсь. Программа сделана в Вятке. Будет через 20 минут. Которую мы посвятим Михаилу Евграфовичу Салтыкову Щедрину. Почему именно ему, вы узнаете, собственно, спустя это время. Культ Пахвот